Скрытая камера, чтобы показать реальную картину. Проверка в новом режиме прошла на ярмарке выходного дня. Ветераны вместе с нашей съемочной группой выясняли, как предоставляются скидки на ярмарке. Поводом стали жалобы на некоторых продавцов. Итоги импровизированного рейда в нашем следующем сюжете. Начнем наш следственный эксперимент. Сегодня будем узнавать, предоставляют ли вологодские предприниматели скидки по карте заботы. Первым делом идем к палатке с рыбой. Главе города поступила жалоба, что здесь скидок по заботе не дают. Да еще и обвешивают покупателей. По всей видимости, предприниматель исправился. На ценниках стоимость со скидкой по дисконтной карте указана отдельно. А скидочкам не будет. Там цена написана женщина, 120, со скидкой будет. У карте на года, 110. Идем дальше. В палатке с сокольским мясом логотип заботы отсутствует. Но скидку все же предложили от 5 до 10%. Такая же ситуация и у прилавка с чаем. А вот если я у вас возьму хорошего чайку, вы мне скидочку сделаете? Обязательно. А сколько процентов у вас? Кивичка. Вы же по заботе, наверное, да? Да. 130 получается. А вот у нас скидка для всех или только по заботе? Не, вообще по заботе только. Только по заботе. В роли ревизора пенсионерка Дина Шалашова. Наш корреспондент изображает заботливого внука. Скрытая камера фиксирует все диалоги с продавцами. Вам какой плюс по ней скидку предоставлять? Это наша обязанность. Вот эта ярмарка организуется городом. И здесь везде действует карта за брук. В большинстве ярмарочных домиков положенную скидку нам предоставили. Однако некоторые продавцы утверждали, отпуская товар по минимальной оптовой цене. И все возможные скидки уже включены в стоимость. Если мы сейчас будем продавать по магазинным ценам, то цена будет 280 рублей. А мы как в магазины поставляем, так и здесь оптовая цена у нас. Действительно, цена на ряд продуктов, например, ягоды, свинину или некоторые сорта меда, на ярмарке значительно ниже рыночных. Об этом организаторы заранее договариваются с продавцами. Мы просим производителей делать максимальную скидку. Некоторые продавцы отпускают продукцию по оптовым ценам завода-изготовителя. Таким образом, цена получается ниже розничной на 15-20%. Несмотря на то, что продавцы несут расходы по транспортировке товара, а также оплата труда продавца. Это правило действует каждую субботу, когда открываются торговые ряды. Удобная торговая площадка – это поддержка и для вологодских производителей, и для вологжан, приобретающих качественные продукты по доступной цене. Свои товары предлагают более полусотни производителей из Вологды и районов. Средний товарооборот одной ярмарки превышает 2 миллиона рублей. И скидки по карте «Забота» – обязательное условие для всех. Эти, пусть даже маленькие скидки, для нас очень важны. Не забывают заботиться о нас. Такой общественный контроль – это часть ревизии проекта «Забота», объявленной главой города Евгением Шулеповым. Мониторинг сейчас ведут представители городских властей, на предприятиях сферы обслуживания и в крупных торговых сетях. По итогам из проекта уже исключены около 50 компаний, которые формально подходят к предоставлению скидок. Ревизия должна завершиться до 1 декабря. Егор Канавин, Михаил Протасов, Вологда Портал.